Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом невероятно нежной куриной грудки с пармезаном. Начинайте подготавливать свои вкусовые рецепторы, потому что это нереально вкусно. Самое главное, это, конечно же, подготовить куриную грудку. Я предварительно ее подержала в морозилке где-то полчаса, чтобы она немножко затвердела, потому что мне придется дальше ее резать. Для маринада понадобится чеснок, который я заливаю оливковым маслом. Чеснок нужно нарезать колечками и сок лимона. Также понадобится соль, я кладу где-то чайную ложку, чуть меньше, и черный перец. У меня смесь перцев. Теперь маринад необходимо хорошенечко перемешать. Вот такой он получается консистенции. И сейчас оставляю его в сторону настаиваться. А сейчас приступаю к нарезке грудки. Когда грудку подморозили, ее намного удобнее нарезать. Потому что если она будет совсем мягкая, это будет неудобно. Вот сейчас я отрезала не очень ровная часть, малое филе. Можно удалить и дальше продолжать нарезать грудку. Одну грудку можно разрезать где-то на 2-3 части. Как у вас получится. В зависимости от размера самой грудки. Чем тоньше нарезаете, тем, конечно же, будет лучше. Но без фанатизма. Обязательно должен быть хорошо наточенный нож. Потому что если нож не наточенный, очень неудобно это все нарезать. И со второй куриной грудкой я поступаю точно так же. Кстати, маринад подойдет по количеству как для 2 куриных грудок, так и для 3. Сейчас вот так выливаю весь маринад и перемешиваю вместе с грудкой, чтобы все пропиталось. После этого складываю в контейнер, потому что у меня будет где-то он мариноваться около 12 часов, может быть даже сутки. Но можно промариновать где-то полчаса. Убираю в холодильник, кладу в контейнер, потому что у меня займет это достаточно времени. Если вы маринуете всего лишь полчаса, то можно просто обтянуть пищевой пленкой. Чем больше по времени у вас будет мариноваться грудка, тем лучше. Ароматы у меня стоят невероятные. У меня где-то около суток мариновалась грудка в холодильнике. Я уже предвкушаю этот невероятный вкус. Сейчас необходимо просто счистить весь этот чеснок, чтобы он не попался в дальнейшем приготовлении. Он уже отдал свои аромамасла, ароматы. Предварительно я уже подготовила пармезан. У меня здесь 100 грамм пармезана, я его натерла на мелкой терке. Также необходимо подготовить яйцо. У меня два мелких яйца, но можно взять и одно крупное. Вот так избалтываю его венчиком. И больше ничего туда не добавляю. Только яйцо в чистом виде. Перед тем, как готовить яйца, можно предварительно уже поставить на плиту сковороду. Прогреть ее надо, необходимо где-то до средней температуры. Налить немного оливкового масла. Я вот так распределяю силиконовой кисточкой. Мне так удобнее. И потом я беру куриную грудку и окунаю ее сначала в кляр, а потом уже в пармезан. Вот сколько прилипнет пармезан на грудке, столько и хорошо. Максимально я не стремилась к тому, чтобы грудка была полностью облеплена пармезаном. Выкладываю все на сковороду. Ну а вы можете использовать столько пармезана, сколько вашей душе угодно. У меня всего лишь 100 грамм было. Вы можете использовать в два раза больше. Обжариваю грудку с двух сторон до золотистой корочки. Если какая-то сторона не совсем поджарилась, как вам нужно, вот как у меня, то я потом просто переверну еще раз на эту сторону. И так обжариваю все кусочки филе до конца. Ох, как уже хочется это все быстрее попробовать. Гарнир можно использовать любой. У меня сегодня брюссельская капуста. Нарезается филе прекрасно. Оно невероятно нежное. И получилось очень сочным, ароматным. Вот это сочетание курочки и пармезана, и самого этого маринада. Чеснок такой легкий, неуловимый, ненавязчивый. То, что нужно. Да, в принципе, это филе можно есть без гарнира в чистом виде или просто положить на кусочек вкусного хлеба. Приготовьте куриную грудку по этому рецепту, и я уверяю вас, вы останетесь довольны на все 100%. Ну и по традиции, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Давайте готовить вместе! Субтитры создавал DimaTorzok